Новый виток экономического противостояния на 71 маршруте и снова от него выигрыши пассажиры. Я напомню, этот маршрут пытаются поделить новый и старый перевозчик. Прежний перевозчик, остраненный от маршрута, чтобы разорить нового, стал водить людей бесплатно. Почти месяц маршрутки нового перевозчика ходили пустыми. И вот с сегодняшнего дня он решил цену за проезд снизить с 20 рублей до 10. Уважаемые пассажиры, будьте добры, билет 10 рублей, все оплачиваем. Потому что у нас конкурент ввозит за бесплатно, мы вынуждены опустить цену до 10 рублей. На половину больше людей стало. Ну я думаю, 300-400 пассажиров мы перевозим уже за день. Ну 10 рублей это не 20. За 20, конечно, бы не все, подожди. Он, может быть, хочет быть конкурентоспособным, но я думаю, это только первое время. А потом все вернется на хуже своя. Может, горячее началось, не знаю, что уже без исходности, может, не знаю почему. Чтобы как можно больше перевозчиков против нас настроить. Потому что, как бы, другие перевозчики сначала все вот были за нас, а сейчас уже в связи с тем, что вот мы бесплатно там или снижаем цену, они тоже снизили, а другим перевозчикам что делать? Друг друга что-то там, не знаю, что они друг друга вызывают или нет, на всех отражаются. Финансово людей нету, людей нету, билеты не продаются. На 150, на 170 в среднем билет меньше продается. А между тем, прежний владелец 71 маршрута, который неоднократно заявлял, что его маршрутки возят людей бесплатно, оказался уличен в неком несоответствии. По ночам плату в его маршрутках все же берут. Видеодоказательства появились в интернете. А между тем, сегодня с площади свободы автоинспекторы с эвакуатором сняли с маршрута автобус прежнего владельца. На каком основании забрали этот автобус, в автоинспекции нам прокомментировать не смогли. Между тем, депутаты городской думы сообщили, что создают специальную комиссию для поиска путей выхода из кризиса на 71 маршруте. И в заключении темы, любопытная фотография, сделанная в центре Сормова. В ДТП столкнулись новые и старые 71 маршрутки. Пострадавших нет. После того, как автоинспектор зафиксировали повреждение маршрутки, поехали далее. Спасибо.